Всем трема доброго времени и суток, это канал Boring Дмитрий или скучный? Скучный я! Да уж, куда же без потягушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры SnowRunner. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельно, а громадное спасибо Shadow, Anonymous Channel 413, Did you miss me? И сварт, они знают за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Нормально, если я там полподвески оторвал сейчас. Отличный заправка. Ну что, сможем влезть тут? Сейчас посмотрим, может и сможем, может и не сможем. Продолжается приключение нашего замечательного Монолита, который ухитрился проехать половину пути и только в одном месте решил, так сказать, попытаться кувыркнуться. Так, сейчас подчиняю, подчиняю, подчиняю аккуратно. В принципе, вот здесь Монолит должен нормально проезжать, потому что здесь какая-то странная... Странно здесь льдом дорога покрыта. То есть, он как-то кусками здесь расположен, вот на этой всей дороге. Поэтому у Монолита как бы... Ой, тише. Там не здраво, какая-то фигня у меня происходит за окном. Монолита здесь как раз играет роль его вот это вот, то, что... Передние колеса там, задние там, только вот остановился немножко. То есть, передние, как я уже говорил, передние колеса въехали в жопу, их толкают задние. Передние выехали из жопы, задние въехали в жопу, передние опять теперь их уже тащат передние. Собственно, здесь причин, почему этой машине пипец как был нужен полный привод. Не знаю, если... Не может быть... Дико ж любопытно, но нет. Попробуем все так проехать. Классич... Тише, тише, тише. Вот здесь сейчас пипец как-то аккуратнее надо быть. Тише, спокойно. Тише, 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 тише. Ой, опасно, ой, опасно, блин. Если тут сейчас кувыркнусь, это вообще будет жопень, потому что, опять, и этот, как его, контейнер улетит куда-нибудь вниз, блин. Ну, это, конечно, ничего страшного, на самом деле. Просто надо будет подогнать маслодон-то с большим краном. Вообще-то, это не такая большая проблема. Да тут все не проблема, так-то, по большому счету. Тихо. Справляемое падение. Все нормально. Ой, как он норовит упасть-то, а! Он заваливается и заваливается. И все в одну сторону. Влевую, блин. Влево, влево, влево. Знаете, вот на тему... У меня тут недавно с одним знакомым состоялся диалог по поводу неадекватности вот этой вот всей миссии с космодромом. Куда-куда ты чё? Нифига себе. Пошел на завал, видели, да? Охренеть, блин. Просто ниже, ниже, ниже. Еще ниже. Ой, как я хорошо вовремя это заметил, а. Это было близко. Что там был, как пенек? тому кто расположил этот пенек еще один респект такое ощущение что конкретно эту машину здесь то есть то что уже второй раз в том месте где начинаю переворачиваться стоит что-то очень нужно так вот насчет неадекватности того что шутка за шабаш монтаж восстанавливает здесь этим но восстанавливает космодром ну и в том смысле что ничего страшного как бы может такой быть я им привел эти примеры жизни была у меня ситуация скажем так когда не буду с привязками говорить короче говоря в одном городе строился мост большой мост хороший красивый все и там была такая хрень как перевозка частей этого моста грубо говоря от места где их создавали от завода до бетонные гигантские эти 5 да серьезно а он не может отбрать что-либо ленту вот я починиться хотел ну что-то елки-палки этих прицепов куча ограничений блин так вот и чтобы понимали это были такие бетонные ну я не знаю что как это обозвать очень бетонные части огромные гигантские пусть там была специальная машина которая была даже длиньше вот этой вот вот этот винстера который перевозила выглядело это все как местные длинные бревна ну то есть там первая часть часть этой хрени лежала на самой машине часть на спецплатформе сзади и все это значит медленно очень медленно перечи перемещалась по городу чем перемещалась как правило ночью вот когда никому там обычно они это с часу ночи до пяти где-то работали ну пока никого нет потому что ехали очень медленно очень это все на каждом повороте все это все было с сопровождением ну то есть прям такая очень сложная операция перевозки скажем так больших гигантских грузов вот это к чему я к тому что перед тем как это все повезли дорогу которая вела до скажем так точки разгрузки полностью починили вообще полностью то есть ее буквально привели в порядок и не просто в порядок такого ремонта я думаю эти дороги местные не видели наверно просто никогда ее привели просто в идеальное состояние именно вот этот маршрут причем там заменили пока то есть не просто заменили покрытие заменили поребрики в нужных местах стал бы переставили из одной тоже поменяли ну там потому что на некоторых поворотах просто это машина ну грузовик у не проезжал не мог повернуть то есть вот сделали просто запредельную ну перелогистику подготовили просто до невозможности игре после того как просто это увидел эту дорогу я просто найти ну у меня была реакция серии господи боже мой а почаще в городах мосты строили блин где же дороги были бы загляденье блять я смогу здесь спуститься сука я не смогу я сейчас улечем скорее всего вот единственная надежда сейчас удастся тихо даст вот вот да вот так вот сделать то есть игры то как приготовили дорогу к перемещению этой этих частей да то есть как их привели как ее привели в соответствие влечу не влечу вот нет это надо было видеть во что она превратилась как бы в какой прям идеальное состояние и привели а я без шуток реально идеальное состояние то есть тут чтобы провозить подобные грузы и ну собственно говоря от нас разговор был я ему напомнил супер мы вместе с ним нам работали вот а мы были но мы тоже участвовали в этой стройке и собственно говоря были в бригаде которая была периодически были в бригадах которые сопровождали но эти грузовики гигантские там ничего сложного в принципе стоит как говорится с этим спец костюмчики и контор ну как это грубо говоря дополнительные глаза и руки интересный опыт очень интересно вот реально интересно мы заплатили хорошо дело не в этом я просто еще раз потому что то есть для перевозки а там кстати не так много запчастей было вы удивитесь но то есть вот этих именно гигантских частей именно таких их было ну не знаю штук десять что ли ну то есть буквально это все было сделано за там две ночи то есть 5 перевезли в одну ночи 5 в другую очень быстро то есть это такая 5 в одну ночь 5 другую там был несколько таких машин которых перевозили а нет подожди вру 5 чтоб сейчас замужу а да правильно промежуточный но не важно что там что промежуточный был момент это да все правильно забыл вылетел из башки вот но не в этом суть я это собственно говоря к чему что ради буквально двух ночей была проделана огромная работа по полной ремонту дороги приведение его просто в идеальное состояние и когда мне кто-то будет рассказывать что здесь на амуре все нормально если я очередной раз скажу ребята идите в жопу это не нормально это полная хуйта никто не стал бы восстанавливать как это выходить чтобы здесь все было нормально смените основное задание подпишу так смените основное задание пусть это будет не космодром пусть это будет я не знаю восстановление какого-нибудь местного частного фермерского хозяйства и тогда вообще претензии не будет наняли кого смогли как говорит сработают как могут ничего на чём поделать небольшое как-то местное фермерство да там как то здесь выживает вот наняли одного человека но у нас же тут грёбанный космодром с перевозкой спецгрузов не знаю у меня темы космоса всегда, знаете, такой немножко трепет вызывает, даже не всегда, всегда вызывает трепет, я к этому очень так это... Это ж Космос. Вот. Понятно, конечно, что тоже много было карт с подобными странами. Вау. Ну чё, ребята? СМИР! Как это? Вольно! Что это сейчас было? Ребята, у меня в Сноурайнере встало. Как бы это ни звучало... Что это? Вот. Не знаю. Возвращаясь... Почему-то именно у меня... Ну, у меня к Космосу такое отношение, видите? Опять же, запуск необычего космической ракеты, как я понял, в конце этой миссии. Я считаю, что здесь это показано неправильно. Вот и всё. Тише. Сука! Ну да. В общем-то, логично. И тут даже зацепиться не за что было. Так. Ну и мы, конечно, в идеальном положении, да? Хотя... Так. Слушай-ка. Стой пока. Хотя нет. Так. Где там наш красивый кам... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кам-кам-кам. Эм... Караул. Потерял? Кто где кого вез? Так. Это кто у нас здесь? Нет. Это Зикс. Демастодонт. Демастодонт. Это бандит. Это тоже не то. Вот. Так. Ну берем самый тяжелый кран, который есть. Я еще раз говорю, он не уникальный. Он просто самый тяжелый из всех. Но он не уникальный. Тюнинг. Ну да. Ну и выглядит красивее. Все-таки сравнив вот это и вот это, но этот лучше смотрится. Но уникальности в нем нет. Он же не может поднять бандита. Так. Ладно. На стоянку, на карту, река Урска. А сейчас чисто этим краном перевезем. Просто подниму и оттащу его куда надо. Просто отволоку. Ааа. Блядь. Нет. Нет. Нет волоку. Сука. Нет волоку. Надо же будет на что-то его перегрузить то. Ну ладно. Пофигу. Сейчас разберемся. Маячки за зу звук. Поехали. Хотя в принципе этот контейнер то можно было и тем краном тоже взять. Эти контейли, насколько я знаю, бандит своим краном поднимает Ладно И опять же, этот кран был бы уникальным Если бы он был покрашен в цвет мастодонта А он же не покрашен в цвет мастодонта Он такой же желтенький, как и все Просто более чистый И мне плевать, что так должно быть Мы же говорим про уникальность А не про то, что должно быть Про то, что должно быть, говорю я Вы говорите, что я дурак и ничего не понимаю Ставь сколько хочешь Но если уж поставил, будь другом Напиши какую-нибудь гадость А то знаешь, это типа дизлайка ушел Ну ты какой? Давно уже надо запомнить простую истину Одобрение не требует ничего Одобрение это скучно Вот если вы хотите что-то похейтить Вот тут надо погромче и пример Одобрение что? Он какой-то в бэдкомедии Помните, он пытался делать Если кто вообще смотрит Женю Он же пытался делать Как это? Ну, про хорошие фильмы, обзоры И что-то как-то не зашло А почему? Правильно А кому интересно? Про хорошие фильмы слушать Какие они хорошие? То, что они хорошие, так все видят А вот слушать про то, какие плохие фильмы Говно И почему они говно Вот это гораздо интереснее А кто со мной не согласен? Ну, что я могу сказать? Ну ладно Ладно, не согласен, не согласен Так Ну нет Здесь бы я точно не проехал Тут еще, видите, сколько этих Таких мест Хотя Ну вот здесь Может еще бы и протиснулся Вот тут вот Ну хоть, блин Так По-хорошему надо бы Развернуться, наверное, да? А где у нас эта хрень валяется? А, вот он Хо-хо-хо-хо Красиво выглядит Так Так что если ставите дизлайк Убедительная просьба Пишите почему А или не пишите В принципе, хрен с вами На самом деле, пофигу Лайки, дизлайки Главное ставьте А уж Главное ставьте Это самое важное Это когда человек просто Посмотрел И ушел Не сказал ничего Ничего не написал Лайк не Не дизлайк Не лайк не поставил Как-то Ну не знаю Как-то странно, блин Ну то что-то Особенно странно, когда человек смотрит Вообще без какого-либо присутствия Хочу сказать Алену Ладно, я понимаю Там еще когда Если я как ярусно доната требовал Из серии Посмотрел мое видео Гони донат Все Не ебет Вообще Плати давай За просмотр Да понятно Еще можно было По-тихому смотреть Типа А что Я ничего У меня тут не было Вот Донат у нас тут Чисто добровольный Как говорится Безо всяких Ну если и может быть Ну-ка И сюда Давай-давай Здорово Отлично Что-то Палачом А в крыше Ну да Какой только Херней страдать Не приходится А жаль Я все-таки Немножко надеялся Что удастся До конца доехать Но увы Здесь уже Слишком Ну что А он уперся Ешкин Чудень Или что Или покажи Че он не поворачивается Че происходит Эй Тьфу ты Блин Ничего не так Елки-палки Я не ту кнопку Ай Ты че Куда Стоп Подожди Ты Эй Ты че Б нажал Заглош Это че такое Эм Это че Че было Ну поехали Да Увидь меня С такой Поеботой В реальности Кто-нибудь Сначала бы Выписал штраф Потом бы Выписал направление В дурдом Даже про обнер Отбирать не стал Сказал Ты доесть Сначала Дурдом Там заберем Самому тебя вести Страшно Ты слишком Ебанутый Да Сюда все-таки Придется Игнать Этого 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 Да Вот здесь Скорее всего Тоже Перевернулся Прям Слишком Нет Наклон Еще Нет Не смог бы Тут Он Проеду Ну Перевернулся Скорее всего Или Застрял Вообще Так Это мы довезли Так Все-таки Лучше Провести Я вот думаю Может балки Здесь провести А не оттуда Тащить Туда-сюда Возить Надо А А там Просто Издалека Так Суда Ушастый Я Может могу Те здесь Так Разгрузить Может Примешь Секвой Разгружал В таком Положении Между прочим Может И ты Согласишься Поехали Поехали Может Может Там Можно Было Как-то С этим Делом Повозюкаться Но Сейчас Докатимся Наверное Докатимся Я не уверен Так Задний ход Опять передний Смогу Залезть Не смогу Додолжен В общем-то Здесь Так Все Печально К слову Скажите По поводу Там был Комментарий По поводу Форда Сможет ли Форд Ну это Форд Наверное Не сможет Их Вытащить Форду Ведь Не обязательно Их Вытаскивать На этих Ледяных Поверхностях Зачастую Там Реально Я ответил На этот Коммент На всякий Случай Продублирую Зачастую Там Хватает Небольшого Импульса То есть Буквально Чуть-чуть Сместо Стронуть А дальше Сами Ползут И чуть-чуть Скажем так Их еще Подтягивает Тот У кого Цепи Зачастую Так Работает Не нужно Именно Прям Тянуть На все 100% Вполне Достаточно Просто Чуть-чуть Ай Красиво Выглядит Черт Побери Двадцатые Кряжьи Зачастую Парís Модорожьи Нормально. И маячки выключатся, заглушивай. Ну чё ты, в смысле, невозможно упаковать? Ну чё ты, херни, отнимайся. Почему? Ну ты серьёзно, а? Подлю-ка. Сейчас мы сбоку едем. Чёшь, 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 чёшь. Так, вот и подвинем его. Так, норм. Вот никак было, да? Ну вот никак. Так, прям. Что это? Так, ладно. Ну так чё, откуда везти-то будем? Сюда? Сюда. И вот сюда. Или оттуда? Давайте оттуда, конечно, набрать. Так. Так, а где он, подожди, стоп, отнимусь ворону. Призвание. Тайга. Ворон. Ворон. Туч. Так. А, этого надо перепрофилировать, да? Угу. Я хочу вот этих двоих поюзать ворон и stalker. Эвакуация. Тюнинг. Кузов. Ага. Угу. Покинуч. Поехали. Попробуем эту связку. Стоп. Всё правильно. В. 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 Так, пересесть. Кл. Свет. Звук. Еще один свет. Пересаживаемся. Кл. Свет. Активный свет. Звук. Ну что, поехали! В долгий путь. Даже если ворона придется тащить, его тащить проще, чем на столбанке. Поэтому хочу попробовать именно эту светку, вот этих двоих. Хочется. То есть на ворона уйдет две металлические балки. Потому как, ну там, сами помните, удобнее укладывать. На этого положим одону. Собокупно будет три. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Покосился ворона сзади. Печально? Черт, побери. Очень печально. Но ничего не попишешь. А, ой! Я же совсем забыл. Рассказать, что там, балду, ждите-то. Но сегодня было забавно. Сегодня там с какими-то ребятами воевали непонятно. Блин, я знаю кто такие. Они меня не любят по умолчанию. Я с ними разводить дипломатию тоже не стал. Прикол заключается в том, что эти сволочи меня подловили. Да они атаковали одного моего персонажа через стенку. Буквально. То есть я поставил... Ну, нет. Дурак-то я как бы. Я ее сам, Shadow Heart, туда поставил. Таким образом. Но мне даже в голову не могло прийти, что они воспользуются таким багом. То есть она буквально, видимо, торчала там какой-то своей частью стены. И они тупо через стену херачили ее заклятиями. Все. То есть... Просто накидывали на нее. При этом они... Причем я на них ничего наколдовать не мог. Ну, то есть она стояла в оглушении, она ничего не могла сделать. А я на них ничего сделать тоже не мог. Потому что, ну, извините. Увы. И ах. Хотя, по-моему, я там где-то очень сильно ошибся. Или нет. Ну, не важно. Вообще, локация там интересная. Она в замке Гарташа. Над его, так сказать... И там очень много всего от Гарташи. У меня есть создается ощущение, что там я с Гарташем и должен был драться, судя по всему. Но это не точно. Просто... Там куча ловушек каких-то. Кучу записок. Короче, не важно. Это все не важно. Ну, а в Пал Ворвелде... Че Пал? Пал Ворвелде. В Пал Ворвелде я пытаюсь заставить работу гребаную нефтевышку нормальную. Пытаюсь выводить таких ребят под названием Орсерк. Это электрические драконы. Самым высоким показателем вырубки электричества. Эти гребаные нефтяные башни, блин... Ой, нефтяные вышки живут просто немедленное количество электричества. Поэтому нужно хотя бы четверых на базу. Хоть мне и написали, что вроде как двоих хватает. Ну, че-то не знаю. Я смотрю, как там двое впахивают и не вижу, чтобы их хватало. Я вижу, что они без остановки заряжают эту гребаную башню. А ВОЗ он и не там. Так что явно нужно хотя бы четверо. Вот так вот. Занимаюсь выведением. А еще обнаружил несколько новых способностей у палов. Ну, в смысле, этих. Этих. Ну, вот этих. Ну, вон тех. Ну, всякие там. Ну, есть типа мотиватор и все такое прочее. В частности, появилась одна шикарная штука для всех этих ездовых палов под названием Дополнительная Выносность. Плюс 50%. Не кислый такой бонус. Вот сейчас пытаюсь себе ездового дракона вывести. Что бы легенда. Что-то еще. Что-то еще. Вонюхи. Что-то там вынюхиваешь будет под задницей. Все, хорош. Ворогу нужна вот такая тупая башка, чтобы он тыкался. Как у бандитов, кстати. А может, это бандиты использовать? Просто бандита точно головой под жопу не подлезет. С его-то. Кран на него можно поставить. Хм. Бандит вместо ворона, да? Устойчивости не хватает. Бандит хорош, спору нет. Проходимость у него ничуть не хуже, а может, даже лучше, чем у ворона. Но вот устойчивость, к сожалению, увы, не такая хорошая. Это факт. Хотя, может, его тоже слегка апнули. Черт узнает. Может, и апнули. Может, и даже мне про это писали, я уже забыл, как обычно. Но это нормально. Тишина. Хорошо. Идем вперед. Все нормально. Поездка проходит. Полет проходит нормально. Балки впереди. Точка назначения за соседнюю карту. Все прекрасно, все звучит. Особенно радует, что это задание все-таки из этих, из списочных. Ну, то есть, как бы, из тех, которые нужно по списку выполнять, а не просто задание с карты. Которые, конечно, нужны. Ну, по факту нет. Ну, по факту нет. То есть, сейчас уже реально не нужны. Потому что они буквально бессмысленны за задание с карты, по большей части. То есть, если только они не приносят каких-нибудь грузовиков найденных, все остальное можно даже не выполнять. По факту. Потому что опыт не нужен. Деньги. Там полтора миллиона. Тоже, в общем-то, нафиг не нужны. Все уже куплено, все уже сделано. Так, да. И в случае чего, всегда можно вернуться на карту назад и спокойно заработать там нужное количество. Это вообще не проблем. Тем более сейчас. Когда это все отработано. Слушайте, ну таскать за собой ворона гораздо приятнее. Да, без вариантов. Разница все-таки заметна. Когда за нами был мастодонт, у переднего расход топлива периодически скатывался в этот. В двадцатку. А тут он что? Восемь, семь, шесть. Пятнашка, по-моему, потолок. Вот сейчас, наверное, побольше немножко будет. Да, вот он вытащит. Потому что. Тоже, по очень условному, что-то 14-го нашло. Вот эта вот связка. Какой-то тяжелый грузовик. И ворон сзади. Это прям очень хорошая связка, парни. Ты говоришь, ворона бы нос повыше, чтобы под кузов, под жопу не подлазил. Был бы вообще замечательно. Ну, или сзади под кузовом. Ни хрень. Чтоб он не выпирался. Меня, кстати, сегодня утром атаковали голубя. Буквально. Я не знаю, что произошло. Но они лезли в окно. Без шуток. Просто слышу. Бам-бам-бам-бам-бам. Схожу, как он сидит. На окне смотрит на меня. Он реально прилетел и начал бить клюву. Сюда он. Сюда опять сидит. Опять на меня смотрит. Ну, чуть-чуть. Пришлось того. Сказать. Улетел. Так. Где там наш замечательный, замечательный, замечательный склад? Склад. Склад всякого дерьмища. Тот самый склад, который находится где-то там, внутри города. Который, вроде, даже кто-то живет с учетом света в окнах. Тут еще. Выезжали. Сразу сейчас тогда встану напрямую, что тут связка накорячится. А, ладно, пофиг. Поздно уже. Было поздно выезжать рано. Вау. Да. Какая чушь, ёлки-палки Серьезно? Ты что, шутишь, что ли? Ты меня зафиксировал столиком, блин? Эй! Да ладно, хорош Обалдеть! Я намертво зафиксировался столиком Все, приехали У меня даже колеса не крутятся, вы заметьте И чё? Все? Приплыли? Ну? Ну? Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, ну да, он просто исчез, блин. Ну конечно, да, да, логично. Чё бы нет, он просто исчез, блин. А что мешало ему там исчезнуть? Давай. Да погоди ты. Такие вот исчезающие, не исчезающие вещи. Так, да поверни ты, камеру. Серьезно. Серьезно. Ну не важно, главное, что причина остальная профила. Хорошо, конечно, что исчезла, но вот так вот по большому счету, да, ну, а чё сразу не пропал? И почему эти объекты просто не разрушаются? Ну то есть тут дофига же разрушаемых объектов я имею в виду, заборов и так далее. Почему вот этот столик является, ну, а чем он, собственно говоря, является? Почему он не такой разрушаемый объект, как все остальные? То есть в чём прикол-то? Так, странно даже. Тебе понимают, вот этот вот каменный металлический забор? Ну тут да. Хотя это дурмашина, этот забор переедет. Ну, единственное, что может на арматуре, как говорится, там за это получить урон. А так-то прошибет на раз-два. Безо всяких проблем. Эту каменную кладочку. Чё-то легко ходить. Он однажды видел последствия аварии, когда один пьяный мудозвон, блин, на своём. Чёрт, узнай, какой-то внедорожник, крузак, кажется, влетел, блин, в кирпичное строение коттеджа. Вроде из кирпичей. Ну чё, насквозь его пронёс, блин, просто, без шуток. Буквально? Как это? Есть пробитие! Выглядело очень мощно. Не знаю, чём они там дело порешали, но... Выглядело, конечно, как какой-то лютый пиздец. И тут два варианта. Либо внедорожник был особо крепкий, либо домик был не слишком хороший, либо кирпичи были, либо гранаты были не той системы. В общем, что-то было не так. Ну, или просто мудак за рулём. Не, ну это да, это по умолчанию. В конце концов. Разгоняться на такой машине до такой скорости. Но он был пристёгнут. Это да. А тут запомнилось. Сейчас вспомнилось, да. Наверное, на тему мудаков за рулём. История, когда... Опять же, без... Без привязки к местности. Однажды, поздно-поздно вечером, когда я шёл домой, ну, в место, где на тот момент я ночевал, вот, а мне навстречу ехала машина. Ну, значит, пара фар. Ну, едет и едет. Ладно, чё. Дорога, тротуаров нет. Снаружи-то по бокам всё распахано. В общем, такое место не очень хорошее. Ну, едет и едет. И вдруг эти фары. Влея! Вправо! Влея! Вправо! Я думаю, ох ты, думаю. Первая мысль была. Нифига себе, его занесло потом. Стоп, какой нахрен? Занесло, говорит, лет на дворе, блин. Асфальт сухой, так чёрт знает что. А потом он такой, опять, в... Да, получается, влево. И в сторону. И расфар. Опа! И друг над дружкой ставил. Завалился на... Ну, там кювет был. Режит. Ну, я подскакиваю. Первая мысль мне помочь надо. Мало ли, что там произошло. Может, человек просто плохо стал, да? За рулём. Бывает же такое, там, сердце прихватит. Или ещё что-то. Сколько таких аварий. Открыл... Запрыгиваю на эту машину. Ну, как запрыгиваю? Делаю шаг с дороги в кювет. Она там аккуратно вровень езжала. Цепляюсь за ручку. Открываю оттуда. Такой духан. То ли самогон. Это какой-то сивухи, блин. Кю-ю. Палки, я, блин. Наверное, это... Как будто... Как это? Как будто это. 50 грамм водки хряпнул по ощущениям, блин. Ну, я, в смысле. От одного вдоха. Главное, мне особенно понравилось. Открываю, я смотрю, там лежит это... Как это? Одно чудо на другом чуде лежит. Третье сзади. Ну, то есть, грубо говоря, пассажир внизу. На нём, естественно, водитель. Естественно, не пристёгнутый. Так на ремне висел. Сзади. Коется. Чё не надо? Лишь закрой. Гавна, вопрос чего. Закрыл. И пошёл. Идите вы в жопу, как говорится. Тем более, там без меня. Люди повыскакивали. Звонить куда-то начали. Я думаю, ну вам нафиг. Как говорится, перевернуться-перевернулись. Бухие за рулём. Кто-то без меня. Доказывать вроде ничего не надо. По дороге никого не сбили. Из меня вроде специально не целились. А я спать хотел. Чем закончилась история, не знаю. Но вот такое тоже было. Забавная история из жизни. Говоря простым языком, не надо пить за рулём. Да, в принципе, особо пить не надо. Смысла в этом нет никакого. Надо пить слишком часто. Наверное, так. А ты тоже мне нашёлся, трезвенник. Хотя, с другой стороны, чё. Когда я последний раз пил? Карандачи собирались? Ну да. А до этого? Давно. Очень давно. Чёрт побери. Наверное, в прошлом лету. Так. Будильник-то, кстати, сделал свой аква, да? Надо куда-то доехать. Наверное, опять до заправки. Наверное, опять до заправки. Ну, по сути, да? А чё, куда я... А как ещё заправки доехать? Я думаю, должно хватить топлива. Им, обоим. Доеду. О, кстати. Между прочим. А я же ведь через них, через этот, могу воспользоваться этим ремонтником-то. Точно-точно, кстати. А то, чё он там без дела стоит. Да, вот заодно там и починюсь. Да, я думал починиться этим. Своими запчастями. Клуба Махалина там. А с ремонтником войдём-то тоже? Нет, с этими запчастями починю. Да, с ремонтником тоже увезти. А тут каким-то чудом. Заехать за ним, забрать его и того. Хотя, так если по логике, его, наверное, проще в обратную сторону увезти. Кем-то. А чё кем-то? Тем же Фордом его утащить. Кстати говоря. Между прочим. Почему бы он не... Не, ладно, пусть пока стоит. Есть, не просит. Мешать не мешает. Это мало ли. Вот он ещё зачем-то пригодится. Кто и узнает. Как обычно, в конце карты буду всё собирать, вывозить. И так далее. И тд, и тп. Смеркалось. Рассветало. Раз, два. И ничего. Дум-дум-дум-дум-дум-дум. Дум-дум-дум-дум-дум. Да-да-у-да. Почти доехали. Может я же в гараж заехать? Там автоматом починиться. Мммм... Та не Лишнее телодвижение Сейчас единственное что нужно это доползти до заправки Ну и в следующем видео соответственно доползти уже до электростанции После этого выбрать следующее задание из того же списка Ну это нарастающий В какой-то момент упрусь в последнюю карту И соответственно надо будет её разведать до конца Где-то там найти наконец-таки улучшение для Азова Правда она уже к этому моменту нахрен мне не нужна Зато Сентинал собрал, да, да, это важно Мой Азов Почему мне не дают до него улучшение? Зачем его спрятали так далеко? Эх Это был сарказм если чё А то некоторые вообще похожи То ли у меня юмор непонятный То ли люди его не понимают Так, я ж туда еду? Или не туда? А, не, вот это у меня вообще Блин, что в обратную сторону? Вот эта дорога всё время кажется то ли длиннейше, то ли ещё как будто это Дополз Страшил Ворон ещё топливо не кончилось Скорее всего он уже там На последних капельках едет Наверняка Слушайте, ну в целом хорошо вот так если Подумать, да Всё очень хорошо Всё довезли, всё привезли Всё притрамбовали То есть в общем связка нормальная Единственное в чём всё-таки вот Лютое отличие, да, у мастодонта есть свой кран То есть вот в такой компоновке у мастодонта есть кран Сюда бы вот, я не знаю Сделали бы этот возможность поставить кран от бандита такой же А чё нету-то? Ниже не похоже Почему бы нет? Он бы тут идеально тут фитюльку вписал Много тут не нужно Чисто чтоб можно было груз, грубо говоря, как-то это Придержать или ещё что-то Не обязательно же эту Раздвижную штангу Так, вот чё Разгон Всё Закончил стоплю Ну ладно, дотащим Можно было бы заправить, теоретически Хотя не факт, кстати Может я не дотянулся бы Тут очень Не всегда эта заправка работает А нет топлива Нет топлива Ну как нету-то, а? Ну есть же Ну чё ты врёшь? Ну есть наверняка Я как канистов там лежит Заныкан, а? Сколько мы с тобой уже ездим? Не может быть, чтобы такого профессионала как ты Не было запасного топлива Так не бывает Уважаемый ворон Что ты меня тут каркаешь? У тебя есть топливо Топливо у тебя есть сейчас и здесь Угу Ну вот, собственно говоря, промежуточный пункт назначения Промежуточный Окей, окей Осталось только промежуточный пункт Два лодж до заправки Будет нам тут всем счастье Так Так Угу Всё Вот так Всё Всё В следующий раз Как обычно Тыг-дым-тыг-дым-тыг-дым-тыг-дым-тым И сюда Но это будет в следующей серии Пока что водилу, как всегда, в тепло Уютное гнёздышко Ну а вам, народ, всем огромное спасибо за просмотр Напоминаю, что Ссылка на плейлист, на дискорд И на донаты Всё это в описании под видео Извиняюсь за своё сопение Всех, кто же досюда досмотрел Обнимаю Парни, хлопаю по плечу Девушек, чемуковую щечку Увидимся в следующей серии Сноурайнер, Норм, Амур, Дрень Если у кого ссылка на дискорд не работает Пишите в комментариях Скину актуальную Да? Да Надеюсь, я забыл всё, что хотел Так Ну да, как-то так Субтитры сделал DimaTorzok